Добрый вечер в Украине 20.00. В эфире подробности. О главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Белышева. Линчевать нельзя помиловать. В Никополе отец жертвы подорвал суд прямо во время слушаний. Кто кому силовик НАБУ, СБУ и ГПУ вступили в противостояние? Что не поделили? Залог по цене взятки. Вадиму Альперину избрали меру пресечения за попытку подкупа детектива. План блокада. В США придумали последнее средство для того, чтобы утихомилить КНДР, не прибегая к войне. В чем суть? Тень линча. В Никопольском суде сегодня прогремел взрыв. Там слушали обычное уголовное дело. Когда судья огласил, что заседание переносится, мужчина достал две гранаты и привел их в действие. Мужчина погиб на месте. Десять человек получили ранения. Один из пострадавших скончался в больнице. Кто и почему устроил этот самосуд, знает Елена Миндалюк. Заседание в Никопольском суде началось, как и было запланировано, в одиннадцать часов. Слушали дело о событиях годичной давности. Неожиданно в зале прогремел взрыв. Взрывной волной в окнах выбило стекла, осколками посекло стены. Люди в панике. Упали на пол. Ой, блядь, обболись! К зданию суда сразу же вызвали скорые. Пострадавших вывозили на носилках. Поехали! В результате взрыва 11 человек получили осколочные ранения. Всех доставили в городскую больницу. Это сотрудники суда и прокуратуры, подсудимые и люди, которые были на заседании. Было трое тяжелых пациентов. Один из них с осколочными, проникающими ранениями брюшной полости, который умер. И двое менее тяжелые. У одного перелом бедра, у второго перелом костей предплечья. В зале суда погиб Руслан Топаев. По словам правоохранителя, он привел в действие две гранаты после того, как судья объявил о переносе слушаний. Одну бросил в сторону подсудимых, вторую себе под ноги. Почему человек так совершил? Такую информацию я не могу сейчас вам сказать. Мы сейчас только сводим информацию о количестве и присутствующих в зале заседаний. Одно могу сказать, что это стало после того, как уже подозривали были в кайданках. Руслан Топаев, отец Ревзана Топаева, одного из погибших в феврале 16-го. Парня его друга тогда расстреляли в машине. Трое обвиняемых как раз были на скамье подсудимых. Это Сергей Вороновский, Денис Подолякий, Роман Жмурков по кличке Мопа. Предположительно, именно он и умер в больнице. Что произошло в феврале 16-го, видно на этих кадрах с камер видеонаблюдения. Подозреваемые, которые были в автомобиле, Хонда и ВАЗ, блокируют джили белого цвета и открывают огонь. 24-летний Ревзан Топаев и его друг Илья Бондар, которые находились в машине, погибли на месте. По данным полиции, причина расстрела – перераспределение власти в сфере оборота наркотиков. Можно предположить, что да, хотя в отношении одних участников конфликта, можно сказать, что они причастны к этому утвердительно. В отношении закона оборота наркотиков самого Топаева утвердительной и стопроцентной информации на этот период не было. Тем более, он не всегда жил в Никополе, большую часть проживал в Запорожье. Дело слушается в суде уже больше года. Прошло свыше 20 заседаний. Но до вынесения приговора было еще далеко. Видимо, устав ждать справедливости, Руслан Топаев решил сам наказать подозреваемых в убийстве сына. Но есть еще одна версия, неофициальная. По информации СМИ, второй сын Руслана Топаева, Султан, год назад насмерть сбил двух женщин. Сейчас он в СИЗО. Журналисты предполагают, Топаев отец боялся, что оказавшись на зоне, МОПа не дашь жизни Султану. Поэтому и устроил самосуд. Елена Миндалюк, Евгений Конецов, подробности, телеканал Интер, Днепр. В каком состоянии находятся пострадавшие в результате взрыва гранаты в суде, мы узнаем у Сергея Бордюжи. Он с нами на связи. Сергей, здравствуй. Что тебе известно? Расскажи. Добрый вечер, Наталья. Всех пострадавших от взрыва гранат, а это, напомню, 11 человек, доставили в Первую городскую больницу Никополя. Два человека после оказания медпомощи от госпитализации отказались. Остальных пришлось оперировать. У них множественные осколочные ранения. И верхняя, и нижняя конечности, и поверхность спины, и ягодичная область. В принципе, у всех множественные повреждения различных частей. Из всех пострадавших в наиболее тяжелом состоянии подсудимы. У них проникающее ранение в грудь и брюшную полость, говорят медики. Одного из них спасти не удалось. Он скончался на операционном столе. Там было осколочное ранение, проникающее брюшной полости. И от этих повреждений, от этой тяжести травмы, от травматического шока, он скончался от кровопотери. По словам пострадавших, взрыв прогремел в тот момент, когда заседание уже закончилось, и люди начали выходить из зала. Я не видел этот момент, когда он их бросал. Я стоял заключенным, надевал наручники в этот момент. На данный момент в больнице заверили жизни пострадавших. Ничего не угрожает. Они также обеспечены всеми медикаментами. Наталья. Спасибо, Сережа. Сергей Бордюжа с подробностями взрыва в Никопольском суде. Шпионские страсти закипели в столице фигуранты-силовики. В СБУ заявили, что агент НАБУ предлагал взятку. В антикоррупционном бюро ответили. ГПУ и служба безопасности сорвали важную спецоперацию. Рассекретили сотрудника под прикрытием, который расследовал коррупцию в миграционной службе. Ее руководители тут же дали брифинг. А главы НАБУ и САП пошли разбираться с генпрокурором. Во всем этом разобралась Любовь Кукла. Информационный взрыв прогремел накануне поздно вечером. Сотрудники СБУ задержали агента антикоррупционного бюро. Тот якобы пытался дать взятку чиновнице. Ее оказалась замглавы госмиграционной службы Дина Пимахова. Пимахова утверждает, за украинские паспорта якобы для граждан Вьетнама и Ирана ей предлагали взятку. 15 тысяч долларов. Однако она от этих денег отказалась и обратилась в службу безопасности. Те, в свою очередь, задержали агента антикоррупционного бюро. Но есть одно но. В НАБУ сразу заявили, их сотрудник работал под прикрытием, а так называемая взятка была частью спецоперации, которую детективы готовили более полугода. Под руководством САП. Мол, подозревали чиновницу в коррупции. В том, что спецоперация сорвалась, НАБУ обвиняют службу безопасности. Якобы те прослушивали телефоны детективов и слили всю информацию в миграционную службу. Уже сегодня утром с руководителями НАБУ и САП встретился генпрокурор Юрий Луценко. По его словам, чиновница Дина Пимахова далеко не ангел. От взятки отказалась не сразу. Высокопосадовец ДМС точно не е ангелом и в її розмовах е ознаки коррупции. Впевнены, что следствия НАБУ, ну и директивы НАБУ, мают дати цему оценку и цей мае певну юридичную перспективу. За первую услугу для агента НАБУ деньги все-таки взяла. Однако отметил, то, как агент-бюро предлагал средства чиновницам, было чистой воды провокацией. И это, разумеется, противозаконно. На моих глубоких отказах, работники государственных правоохранных органов не имеют права пропоновать чиновнику государственному принятие незаконное решение и ожидать, какую сумму он за это назвал. Это чисто провокация. С моей точки зрения, это аморальные и незаконные действия. Думаю, что никто не хотел бы, чтобы в нашей стране месяцами агенты пробовали выдавать через гаилку, секс или наркотики те или иные слова от любого. Это не только моя думка. Это думка, прежде всего, Верховного суду Украины и Европейского суду. Примечательно, что агенты НАБУ, которые якобы работали под прикрытием, по словам генпрокурора, не проходили в бюро конкурс, что вызывает массу вопросов к работе ведомства. Как и то, откуда в СМИ попала утка о семерых задержанных сотрудниках антикоррупционного бюро. Вчера был затриман только один агент НАБУ, который давал показы всю ночь и сейчас продолжает это делать. Мы имеем право отримать его протягом отведенного законом часа. Их никаких затриманий не было и не планировалось. Правда, одного агента мы нашли на пятую годину обшуку коррупции с под телевизора, но это тоже отпустили. Тем не менее, ближе к вечеру пресс-служба НАБУ выложила видео, снятое на скрытую камеру. На нем якобы сотрудница миграционной службы Пимахова предлагает иностранцу прописку в Украине за 30 тысяч долларов. Правда, качество ролика вызывает сомнения. Тем временем в ГПУ заявили, «Закон нарушил? Отвечай». Агенту, который пытался дать взятку чиновницам, сегодня объявят о подозрении. Любовь кукла, Алексей Шматов, подробности. Телеканал Интер. Вадиму Альперину избрали меру пресечения. Это одесский бизнесмен, которого подозревают в контрабанде. Генпрокуратура и антикоррупционное бюро обвиняют Альперина в попытке дать 800 тысяч долларов взятки детективу НАБУ, чтобы порешать вопрос открытого против него уголовного дела. Что решил сегодня Печерский райсуд столицы, знает Даниил Снисер. Почти полмиллиарда на кону. В НАБУ и ГПУ считают, одесский предприниматель нагрел госбюджет на сотни тысяч долларов. По данным следствия, Альперин использовал серые схемы при ввозе товаров в Украину по значительно заниженным ценам. В итоге правоохранители арестовали 450 миллионов гривен на счетах компаний, которыми владеет предприниматель. Разморозить их Альперин пытался через НАБУ, предложив руководителю главного подразделения детективов взятку 800 тысяч долларов. Взятие под стражу или 50 миллионов гривен залога просит у суда генпрокуратура. Свою позицию аргументирует тем, что Вадим Альперин помимо украинского имеет гражданство Израиля и в любой момент может покинуть страну. У Альперина защитников трое, говорят доказательства прокуратуры не убедительны, а следователи, адвокаты горе-предприниматели вообще обвинили в фальсификации документов. Защита просит закрыть уголовное дело по взятке, ведь самой передачи денег не было, хотя факт такого разговора между агентом бюро и одесским бизнесменом адвокаты не отрицают. Сам Альперин практически не выступал, в заключительном слове произнес только «Я не виновен», после чего суд целый час решал, какую меру пресечения ему избрать. Защита с решением судьи не согласна. У нас есть несколько дней, чтобы сказать, что это судовое решение. Из зала суда Альперин отправился в СИЗО. Под стражей он пробудет как минимум до 24 января. Его адвокаты говорят, клиент, скорее всего, внесет залог, но даже под домашним арестом одеситу придется сдать правоохранителям все паспорта и надеть электронный браслет. Данил Снисар, Сергей Еременко, подробности, телеканал «Интер». Сегодня скандальный полицейский Дмитрий Бут снова не явился в НАПК. Почему он так и не ознакомился с админпротоколом, составленным в результате получения дорогого и очень необычного подарка? Смотрите подробнее в материале. 23, 29 и 30 ноября. Все эти дни в Национальном агентстве по предотвращению коррупции ждали в гости замначальника главного следственного управления нацполиции Дмитрия Бута. Но узнать, кто и за какие услуги сделал полицейскому подарок, собачку ценой в 160 тысяч гривен. Снова не удалось. Пана Бута выкликали на вчера, но он не появился. От него был создан акт о неприбуте. Есть информация о том, что он с 20 листопада перебивает на лекарственном, и он не может прийти. Кодексом Украины про административные правопорушения предпочитается административная ответственность, то есть накладание штрафа. Но, скорее всего, это начало конца эпофеи чиновника. Кроме подарка за 160 тысяч, вызывает много вопросов и шикарная жизнь Дмитрия Бута. На эту для него мелочь не обратили внимания. Две квартиры и три паркоместа у жены, дом в элитном поселке Гореничий у отца и отельный комплекс на Бердянской косе у матери. Дети Бута учатся в элитных столичных школах, а старшая дочь получает образование в Великобритании. Отдыхает Бут тоже не в родных краях. Анталия, Цюрих, Милан, Дубай, Венеция и Рим. Только за перелеты чиновник заплатил от 300 до 900 тысяч гривен. Журналисты неоднократно писали, каким образом Бут получает свои премиальные. Это и рейдерские захваты предприятий, и кураторство контрабанды на Одесской таможне, и крышевание конвертационных центров. И от всех этих теневых схем ежегодно бюджет беднеет на миллионы долларов. Происхождение его денег давно не загадка, но их должны увидеть антикоррупционные органы. После серии наших материалов на ПК решили все-таки провести полную проверку декларации Бута. Но пока ее результаты неизвестны. Зато известно, кто, за какие деньги и где размещают в СМИ отбеливающие Бута материалы. В конечном итоге все будет как с той веревочкой, которая неустанно бьется. В зоне АТО новое противостояние. Боевики практически полностью сосредоточились на Луганском направлении. Бьют из запрещенных орудий под обстрелами Троицкое, Лозовое, Станица Луганская, Зайцево. С начала суток 7 атак. Из них на Донецком направлении только одна под Красногоровкой. Ирина Баглай продолжит. Еще недавно под Донецком в песках рвались снаряды боевиков. Теперь стало тише. Нас крыли и 120-ми минами, и 120-я САУ работала. Буквально за день до того, как споскудывалась погода. Артиллерию на передовой сменили снайперские группы боевиков. На днях от пуль профессиональных стрелков погибли двое наших бойцов. Еще двоих ранили. Это очень высококвалифицированные специалисты, потому что ложат пуля в пулю. Крупнокалибренные винтовки у них. То есть точно не из того запаса советского. Они работают парами, тройками. То есть не дают голову поднять даже. Снайперские группы противника мобильные. Отрабатывают участок и перемещаются по линии фронта дальше. Недавно их присутствие ощутили бойцы в песках. Заехала пара снайперов. Один работал с одной стороны, второй с другой. То есть я же говорю, до этого таких снайперов тут не было. Прощупывают позиции военных и вражеские штурмовики. На месте не сидят, бывают и вылазки, вылазят, поближе подходят. Не даем малышний раз высовывать с окопи, не пускай сидят на месте. Если на Луганском направлении бояки ведут огонь из минометов, то на Донецком используют меньший калибр. Но стреляют прицельно. Максим от разрыва гранаты спас его проверенный пулемет. Щитом закрыл от осколков. Выстрел из РПГ почти залетел в бойницу. РПГ-шный прилет посекло прицельную планку. Куча земли в лицо. Ну целый, живый, не ушкодженный. Да много тут кого так спасали именно пулеметы. Ну, очень много кого. ТСПГ, именно пулеметы. Зброя выручает тех, кто за ней двигается. Не прекращают боевики провокационный огонь и в населенных пунктах. Из-за обстрела в районе села Золотого жители соседней Катериновки девятые сутки без света. Он не дотримывался режиму тиши. Отбылся выход из ПТУРа, из Терикона. Мы прибегли сюда, дивимся тут, что шарик стоит разбитый. А пока ремонтная бригада ждет возможности проехать к месту порыва электросетей. В совместном центре по контролю за огнем от российской стороны и боевиков слышат отказ гарантировать тишину на этом участке. На гарантии украинской стороны не стрелять, отвечают молчанием. Ирина Баглая, подробности, телеканал Интер. Больше эффективности требует от службы внешней разведки президент Петр Порошенко. Он считает, что спецслужба обязана развиваться, учиться мгновенно реагировать на новые вызовы. Поэтому поручил разработать стратегию развития, приближенную к стандартам НАТО. Служба внешней разведки Украины одна из очень небогатых световых разведок. Яка здатна и эту здатность довела проводить активные заходы. И сейчас на первое место выходят нетрадиционные методы добывания тайной информации. И агентурно-техническое проникнение, и операции с проведением вплива и контрдияльности о протидении российской пропаганды. Тотальная блокада. США призывают все государства мира прервать любые отношения с Северной Кореей. Выслать из страны послов, выдворить всех мигрантов, а саму КНДР лишить права голоса в ООН. Дмитрий Анопченко разбирался, сработает ли этот план. Поле битвы ООН. Соединенные Штаты используют сейчас весь свой авторитет, чтобы добиться блокады КНДР в ответ на ракетные пуски. Американские дипломаты провели сотни встреч и сделали тысячи телефонных звонков. Просят страны мира, в которых есть представительство Северной Кореи, выслать послов Ким Чен Ина. По спред США при Объединенных нациях Ники Хейли на заседании Совета Безопасности так и вовсе призвала лишить КНДР права голоса в ООН. А еще открыто заявила о возможности войны, которая будет на совести диктатора. Мы никогда не искали войны с Северной Кореей. Сегодня тоже ее не ищем. Но если война начнется, то это произойдет из-за продолжающихся актов агрессии, таких, которые мы видим сейчас. Если война придет, будьте уверены, режим в КНДР будет полностью уничтожен. Но если дипломатический удар, режим Кима еще переживет, то удар торговый куда серьезнее. Накануне на встрече с иностранными журналистами, мы тоже на ней присутствовали, пресс-секретарь Гуздепа Хизер Ноэт раскрыла подробности другого плана, идеи полной морской блокады. Вашингтон попытается уговорить мир решением ООН ввести запрет на заход любых теплоходов в порты КНДР, остановив торговлю. Это, по сути, означает полный запрет на перевозки любых товаров из и в Северную Корею. Это главный новый способ давления, основа нашей кампании. И еще одно направление удара – трудовые мигранты. США просят все страны высылать граждан КНДР. Ведь, по словам Ноэт, фактически это рабы, которые зарабатывают деньги для ракетной программы. Но понятно, что всем этим планам не реализоваться без поддержки, без согласия Китая. И Дональд Трамп уже звонил в Пекин. Как признаются американские дипломаты, требовал полностью прекратить поставки нефти Пхеньяну. И пригрозил, что если этого не случится, Соединенные Штаты, мол, цитирую, возьмут ситуацию в свои руки. Но на деле в свои руки штатам брать особо-то и нечего. По сути, самостоятельно Америке ничего нового не сделать. Все, что могли, предприняли. Остается разве что военный удар по КНДР. Но к нему в Вашингтоне пока никто не готов. Взамен здесь разворачивают план блокада. А для него нужно согласие других стран мира. И с десятками послов и главами МИДов Америка ведет сейчас переговоры. С просьбой этот план поддержать. Из Соединенных Штатов Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер. Вы смотрите подробности. И вот что у нас во второй части. Лес реформируют, щепки летят. Лесничие протестуют. Они боятся частных рощ и безработицы. Насколько обоснованы эти страхи? Родина в опасности. Немецкие силовики призывают политиков быстрее создать коалицию. Из-за чего такая спешка? Трудности коалиции. Немецкие силовики призывают лидеров партии побыстрее договориться и сформировать правительство. Почему и какую роль в большой немецкой политике может сыграть средство для борьбы с сорняками? Знает Татьяна Лагунова. Как можно быстрее сформировать правящую коалицию, чтобы обеспечить безопасность жителей Германии? С таким призывом к немецким политикам обратился министр внутренних дел страны. Томас Демезьер хочет принять новые законы по борьбе с терроризмом и расширить штат силовиков. Но не может из-за отсутствия бюджета. Новые рабочие места можно создать только после принятия нового бюджета. Поэтому очень важно быстро сформировать правительство в любом формате и перейти к формированию бюджета. С форматом уже определились немецкие политики. Снова пытаются построить большую коалицию. Союз христианских демократов с эздеками. Сегодня лидеры партии встречаются с президентом страны Франком Вальтером Штайнмайером. Он взял на себя роль посредника в переговорах. Даже если бы я сильно хотел, то все равно не смог бы вам сказать, чем закончится эта встреча. Обещаю одно. Я поддержу решение, которое будет лучшим для страны. Коалиционные переговоры на днях усложнил громкий скандал. Христианские демократы и эздеки в пух и прах разругались из-за средства для борьбы с сорняками. Министр сельского хозяйства от ХСС в Брюсселе проголосовал за дальнейшее применение в странах ЕС гербицида глифосат. Несмотря на то, что эздеки, которые сейчас входят в большую коалицию, категорически против. И согласно правилам, Германия в лице министра должна была воздержаться. Ангела Меркель уже извинилась и объявила подчиненному строгий выговор. Поверят ли социал-демократы? Большой вопрос. Татьяна Лугунова, Геннадия Никеенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Дания перекрывает Северный поток-2. Парламент принял закон, предусматривающий запрет на строительство российского газопровода в территориальных водах страны. Северный поток-2 должен был доставлять газ в Европу в обход Украины. Однако в Евросоюзе неоднократно возникали споры о целесообразности этой трубы. В частности, Польша, Литва, Латвия и Дания выразили обеспокоенность тем, что страны ЕС могут попасть в энергетическую зависимость от страны, которая ведет агрессивную политику в отношении соседей. Нафтогаз подал в Кабмин финансовый план на 2018 год. Из документа следует, компания прогнозирует существенное увеличение прибыли до 35 миллиардов гривен. В этом году отчитались о доходах в 22 миллиарда. Таким образом, цена газа для населения может увеличиться на 17%. Намерены в Нафтогазе поднять и зарплаты в 2,5 раза, увеличив зарплатный фонд до 1,5 миллиардов гривен. Основное повышение коснется менеджмента. На оплату их труда потратят около 85 миллионов гривен и еще 32 на проживание и перелеты. Кроме того, в НАК собираются создать резервный фонд для выплаты бонусов в 720 миллионов гривен. Ранее, я напомню, на заседании Кабмина Владимир Гройсман резко раскритиковал руководство Нафтогаза. Назвал он компанию эту монополистом, который диктует украинцам цены на газ. У нас в Украине есть монстр в виде монополиста НАК «Нафтогаз» Украины. И поэтому, в принципе, в 2014 году начали реформу «Нафтогаза», но прогресса у нас сегодняшний день нет. Разделение функций оператора ГТС, разделение функций добычи газа, разделение функций продажи газа – этого же не случилось. Потому что считаю, что была неэффективна побудована работа в середине компании. Лес непонимания. В городах Украины с протестами вышли лесничие. Причина – новая стратегия реформирования лесного хозяйства. Митингующие убеждены, что документ предусматривает приватизацию лесов и ликвидацию сельхозов. Но в профильном министерстве уверяют, что это вовсе не так. Что это – конфликт или недопонимание? Разбирались мои коллеги. Андрей Хоманчук показывает свой подшефный участок Дахновского лесничества. Более 4000 гектаров почти в пределах Черкасс. Людей всегда много. Поэтому приходится и мусор за отдыхающими убирать и следить, чтобы насаждения не ломали. Но, похоже, скоро делать это будет некому. Новая стратегия лесного хозяйства предусматривает лесничество сократить, а сави леса передать во временное частное пользование. Даня в сосне – рік, а, как мы видим, за спиной сосны по 70-80 лет. И нужно будет не одно поколение, чтобы вырастить такую сосну. Приватник не будет делать той работы, которую мы делаем. Возмущенные лесники вышли на акции во многих городах Украины. Черкасские говорят, те лесхозы, которые не ликвидируют, будут подчиняться исключительно Киеву. Это будет централизация всех наших предприятий. Все подходы к местным бюджетам будут подходить к киевской казни. Многие населенные пункты области живут только за счет государственных лесхозов. Поэтому лесников поддержали и чиновники. А депутаты облсовета приняли обращение с просьбой пересмотреть стратегию. В Ужгороде опасения у лесников те же. Им грозят увольнение. Лесхозы закроют, и кто будет хозяином леса – неизвестно. Ликвидация всех лесгоспи и створение на их базе одного большого концерна. Встретается контроль над лесами района. В селе Каменница детсад и школу отапливают дровами. Недавно привезли свежую партию. Здесь установлены 24 печки. На улице минус 3, а дети на уроках сидят в майках. Лесхоз Каменница обеспечивает работой полсотни жителей. А еще платит налоги в местную казну. В Министерстве аграрной политики говорят, незаконные рубки – одна из серьезных проблем отрасли, а значит нужны реформы. Вот только ни о какой ликвидации лесничеств. Увольнение работников и сокращение их зарплаты речь не идет. Точно так же, как и приватизация лесов. Мы, как минимум, последние два года в интенсивном диалоге находимся и с лесниками, и с экспертами, и с международными организациями, которые имеют несколько технических проектов о реформе лесовой галузи. Мы предлагаем суттево расширить повноважение лесового агентства и распосудить их юрисдикцию на все лесы. Не только на государственные, но и на коммунальные, на воинские лесгоспы и на лесо-господарственную деятельность, которая действует в заповедниках. Окончательная стратегия еще не утверждена, говорят в министерстве. И обещают обязательно прислушаться к предложениям лесников и чиновников на местах. Станислав Кухарчук, Марина Коваль. Подробности телеканал Интер. Памятник при жизни. Активисты установили возле Нацбанка импровизированный бюст Вадиму Рабиновичу. Во время митинга людей зазывали обнять и поблагодарить депутата за работу в Верховной Раде. Напомню, ранее журналист Василий Крыпчак подал в НАБУ сведения о наличии у Рабиновича израильского гражданства и о фальсификации нардепам налоговых деклараций. Друзья, подходим, проходим к елочкам, благодарим Рабиновича за то, что он сделал для нас, а мы в свою очередь сделали для него. Мы оставляем здесь памятник Рабиновичу. Здесь возле Нацбанка, где он провел не одну тяжелую ночь и день. Теперь это место увековечено. Рабинович. Спасибо, Рабинович, тебе за все дела хорошие. За паспорт за израильский. За паспорт за израильский. В СИЗО или на свободу? В Одессе суд окончательно определился, куда отправится директор лагеря Виктория Петра Саркисян. Напомню, в результате пожара в лагере погибли три девочки. Ранее Саркисяна освободили из-под стража под залог, и это возмутило родителей жертв. Что решили сегодня, знают мои коллеги. От трех до восьми лет тюрьмы. Столько грозит бывшему директору лагеря Виктория Петру Саркисяну. Прокуратура подозревает его в нарушении требований пожарной безопасности. Родители погибших детей настаивают. На период следствия экс-директор должен находиться под стражей. Он может влиять на свидетелей, он может влиять на потерпевших, он может влиять на экспертные учреждения. Он может изготавливать и предоставлять правоохранительные органы поддельные документы. Прокурор подкрепляет подозрения документами. Дескать, в лагере была неисправная электропроводка, не работала противопожарная сигнализация. И надзорные ведомства неоднократно предупреждали об этом Саркисяна. Но тем не менее, в своих отчетах он неизменно указывал, лагерь готов к приему детей. Акт проверки технического стану 26 травня 2017 года. Волова комиссии Саркисян. Комиссия вважает, что примеченные обладания пребывают в рабочем стане, это безопасно воспользоваться. Адвокаты экс-директора в очередной раз говорят, на свободе их подзащитный не сможет влиять на следствие. Сам Саркисян с журналистами не общается. В зале родители погибших девочек. Они не сдерживают эмоции. Видите, что они из вас, от них остались какие-то фрагменты. Вы говорите, я не виновен. Совесть надо иметь, в конце концов. В итоге судьи выносят решение назначить экс-директору Виктории новую меру пресечения. 47 дней в СИЗО без возможности внесения залога. Подозреваем Саркисяна Петрова Советисовича. Затримайте в зале суда и доставьте в державную установку, дейско-установку, выполнение по крайнюю номеру 21. Сегодняшнее решение апелляционного суда обжалованию не подлежит. Расследование же причин пожара в лагере Виктория до сих пор продолжается. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности. Телеканал Интер. Одесса. Более 60 тысяч подписей избирателей собрано под обращениями к народным депутатам Украины отозвать или не голосовать за скандальные законопроекты 4128 и 5309, поскольку они получили негативную оценку главного научно-экспертного управления Верховной Рады, антикоррупционного комитета, к тому же разжигают религиозную вражду в Украине, так утверждают собравшиеся. На сегодняшний день соответствующие обращения были направлены 31 депутату и главам всех фракций Верховной Рады. Подписи собирали по всей Украине, в частности в Киевской, Житомирской, Волынской, Ривненской и других областях. Русская Православная Церковь официально признала автономный статус Украинской Православной Церкви. Решение поддержали единогласно во время Архиерейского собора, который проходит в Москве. Все подробности в материале. С инициативой подчеркнуть особый статус УПЦ на соборе выступил митрополит Киевский и всея Украины Ануфрий. Согласно решению Архиерейского собора, отныне Центр управления Украинской Православной Церкви будет находиться в Киеве. Также Киеву отныне будет подчиняться церковный суд. Отныне все решения по делам представителей духовенства УПЦ, которые нарушили церковные каноны, будут утверждаться только руководством Украинской Православной Церкви. Как отметил в своем докладе на соборе представитель УПЦ митрополит Ануфрий, Украинская Православная Церковь является независимой и самостоятельной в своем управлении с правами широкой автономии. Кроме этого, на соборе было принято решение про общецерковное почитание 28 украинских святых. Священнослужители обещают максимальное содействие в освобождении заложников. Ранее СМИ сообщали, что участие в заседании гуманитарной подгруппы в ходе минских переговоров принял патриарх Московский, всея Руси Кирилл. Занимается вопросами освобождения митрополит Киевский, всея Украины Ануфрий. На днях поступила информация, что долгожданный обмен пленными может состояться еще до новогодних праздников. Влиятельные и успешные женщины со всего мира собрались в Исландии. Там проходит всемирный форум женщин-политических лидеров. Это президенты, премьеры, депутаты. Сегодня был заключительный третий день саммита, на котором представлена и Украина. С какими результатами возвращаются наши депутаты, расскажет Светлана Чернецкая. Им есть чем поделиться друг с другом. Этих женщин объединяет борьба за гендерное равенство. Своим примером они показывают, что слабый пол не такой уж и слабый. Все присутствующие в зале сделали успешную карьеру. Большинство из них политики. Очень важно, что Украина представлена на форуме. Ведь по сути мы все хотим одного и того же – мира, здоровья, образования. Страны, каждая по-своему, преуспели в этих вопросах. И это прекрасная возможность поучиться друг у друга. А вот подрастающее поколение женщин-лидеров. Девушек пригласили на форум, чтобы показать, к чему стремиться. Одна из главных задач саммита – разработать методы, как привлекать в политику больше представительниц прекрасного пола. Женщины составляют половину населения планеты. Мы так же важны, как и мужчины. В то же время мужчин-политиков гораздо больше, и это несправедливо. Я счастлива и горда участвовать в этом мероприятии. Для украинских депутатов даже перерывы на кофе – это возможность пообщаться с коллегами из разных стран. Они делятся нашими проблемами и достижениями, ищут советы и поддержку. Я уверена, что благодаря этому саммиту мы получим, во-первых, интеллектуальную поддержку в разрешении многих вопросов, актуальных для Украины. Я не сомневаюсь в том, что это будет политическая поддержка. И где-то, может быть, можем рассчитывать на финансовую поддержку, особенно в проектах, связанных со здоровьем, материнством, детством. Это уникальная встреча. Женщины собираются вместе, чтобы не только обменяться опытом, но и предложить свои варианты решения проблем в современном мире. В одном месте удалось собрать около 400 женщин-лидеров со всего мира. Это президенты, премьеры, министры, депутаты, руководители общественных организаций. И за эти три дня им удалось обсудить множество вопросов от равноправия и до достижения мира в разных уголках планеты. Светлана Чернецкая, Валентин Белич, подробности, телеканал Интер из Рейкьявика. Украинскому кинематографу быть два закона о льготах для отечественных производителей подписал президент Петр Порошенко. Согласно документам, украинские кинематографисты на пять лет освобождаются от уплаты НДС. Порошенко напомнил, что весной был принят закон о господдержке кинематографа в Украине, действие которого уже принесло конкретные результаты. Если в 2013 году количество смотрителей, которые провели кинотераторы, для того, чтобы посмотреть украинские фильмы, складывало около 190 тысяч за год, то этого года мы ожидаем цифру, которая значительно превышает миллион. В 2016 году это было около 900 тысяч. Может ли робот собрать конструктор? Зачем в Америке начали выпускать мега-кровати? И почему любовь к кумиру опасна для здоровья? Обо всем этом в нашем обзоре. Археологи нашли место в высадке войска Юлия Цезаря в Британии. В ходе раскопок на берегу залива Пегуал в графстве Кент обнаружили оборонительный ров и оружие. Это первое свидетельство римского вторжения на Туманный Альбион в 50-х годах до нашей эры. Тогда войска Цезаря отступили. Длительный процесс завоевания Британии начался через 100 лет при римском императоре Клавдии. В Японии продемонстрировали робота, который в точности может копировать движение человека и даже собирать конструктор. Это уже третий усовершенствованный прототип робота, похожего на человека. По словам изобретателей, он может пригодиться пожилым людям, поскольку способен выполнять работу по дому и даже ходить за покупками. Нужно всего лишь с помощью движений дать ему команду. В Соединенных Штатах начали выпускать кровати ультраогромных размеров. Минимум 3,5 метра в ширину. По мнению разработчиков, гигантскую новинку в первую очередь оценят родители, которые предпочитают, чтобы их малолетние дети спали вместе с ними. На такой кровати Гулливера одновременно с комфортом могут поместиться двое взрослых с тремя детьми. Правда, придется изрядно раскошелиться. Один только матрас обойдется в 2,5 тысячи долларов. В Иране 19-летняя девушка сделала 50 операций, чтобы стать похожей на своего кумира Анжелину Джоли. Фото и видео разместила в Инстаграме. На нее подписались более 300 тысяч человек. Вот только комментарии под фото с обновленной внешностью не самые лицеприятные. Девушку чаще сравнивают не с расхитительницей гробниц, а зомби. И советуют забыть дорогу к пластическим хирургам. Это все новости на сегодня. Итоги недели. Завтра в этой студии подведет мой коллега Алексей Лихман. А я прощаюсь с вами до субботы. Хорошего вечера. Редактор субботы Корректор А.Егорова Редактор субботы Корректор А.Егорова